Претендент на пост мэра Монреале Дэнни Кодерж пообещал жителям города получение государственных услуг на удобном языке. САК собирается поднять цены на свою продукцию на этой неделе. В воскресенье более 1300 различных продуктов подорожают в среднем на 2%. В Монреале около 24 тысяч человек ожидают социальное жилье, а среднее время разработки жилищных проектов составляет 4,5 года. С четверга запрещаются одноразовые пластиковые пакеты и столовые приборы в Лавале, третьем по численности населения города Квебека. Референдум в штате Мен запрещает Канаде строительство высоковольтных линий, из-за чего Гидроквебек рискует потерять контракт со штатом Массачусетс. В Монреале стреляют, кто бы мог подумать, ведь мэр просил сдать оружие. Наверное, стреляющие пропустили убедительную просьбу. С 15 ноября бары и рестораны могут не только отменить регистрацию, но и включить караоке и запустить посетителей на танцпол. Премьер-министр Антария Адукфорд порадовал своих избирателей сообщением о подъеме минимальной заработной платы до 15 долларов в час. Наталья Арман – брокер по ипотекам. Высокий профессионализм и оптимальные решения. Дотошный эксперт рекомендует. Все новости делового Монреале читайте, слушайте, смотрите на новостном портале канадской медиагруппы, в социальных сетях и на ютубе. Не забудьте подписаться.